Стабильней штрих становится, ты прям чувствуешь, что он у тебя под контролем, правильно? Вот и нас мастер, который может заглубиться. Почему заглубиться? Потому что вся рука у нее на весу. Получается она мизинец выставила, как у циркуля, ножку и пытается рисовать. На латексе могут даже получиться в принципе и неплохие ровные линии, но если она будет проводить по коже, то есть риск, что местами будут очень глубокие и пятна заглубленные. Местами будет поверхностно, потому что рука нестабильна в таком положении. Сейчас мы ее перепоставим руки и даже видно, в принципе, на макро, что местами она скакнула, пусто, потом ярко, потом опять пусто. Вот он этот волос, который неправильный. Теперь смотри, ставь, как руки. Ставишь прямо вот так четко всю ладонь, кисть, пальцы, все у тебя вот такое очень-очень абсолютно стабильное. И твои движения совершаешь, ты вот, поняла, вот так вот, и медленно выходишь. То есть тут тебе гораздо удобнее и войти в кожу, и пройти и выйти. У тебя вот эти пальцы не дают ходить ни вниз, ни вверх, все зафиксировано. И вот эти пальцы четко, крепко держат на шинке. Поняла? Прям очень хорошо держишь руку вот этими пальцами, ой, Маш, ручку. И твое движение, оно такое чисто вот, вот такое очень стабильное и вот этими двумя пальцами. Вот эта часть у тебя тоже стоит, прям на лбу стоит, прям близко у тебя носик получается. И ты можешь тогда любой нажим осуществить. Можешь прям уверенно и глубоко пройти, ну если это толстая кожа, какая-то, и в любую сторону изогнуть. И можешь очень-очень-очень тонко пройти. Поняла? Не дрожа, не дрожа вверх-вниз. Вот это важно, потому что вот вся стоит ладонь, вся. И вот эта часть упирается в средний палец машинки. И все, она как бы останавливает твое вот это все дрожание. Ты можешь все что угодно сделать вообще. И медленно вести тоже удобно. Удобней? Стабильней штрих становится. Ты прям чувствуешь, что он у тебя под контролем. Правильно? И попробуй загнуть ее от себя и на себя такой небольшой изгиб сделать. Вот эта пляска закончилась, когда вот штрих-пунктир получается. Все, вот такая постановка рук для правильных волосков. Продолжение следует...